Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет вот такой вот аудиоинтерфейс от фирмы TC Helicon. Собственно, в данный момент я пишусь именно на него и, да, начнем, пожалуй, с распаковки. Так, вот, собственно, у нас коробочка с Бистока от сайта Toman. Это, собственно, аудиоинтерфейс, мини-аудиоинтерфейс от TC Helicon Go Twin. Его также хорошо использовать с музыкальными инструментами. У него есть миди-входы, мини-миди-входы, но к нему в комплект, как я знаю, положили переходники для этих миди-входов. Так, открываем, собственно, нашу коробочку, которая почему-то заклинила. Походу, там что-то заклинила какая-то пластмасса. Вот таким вот образом это все достается. Внутри нас встречает коробка в коробке, то есть черная еще коробка. Открываем и в коробке нас встречает еще одна коробка и ванночка, собственно, с самим аудиоинтерфейсом. Карточка TC Helicon Go, на которой ничего нет. Да. Больше ничего нет. Это, собственно, коробочка, в которой лежат все интересующие нас проводочки. Их там, кстати, целая куча. Что меня, собственно, очень порадовало. Ни в одном аудиоинтерфейсе я не видел такого парада щедрости, скажем так. Так, и да, собственно, сам наш миниатюрный аудиоинтерфейс. Кстати, двухканальная аудиокарта, можно сказать. Это у нас мониторинг. Левел, собственно, мониторинга тоже. Что меня огорчило, что у нас миниджек на мониторинге. Но, что уж поделать. Это, собственно, миниатюрная карта. Это у нас, собственно, входы для мониторов. Это у нас гейн левел. И, собственно, фантомное питание. Это у нас гейн для первого канала. Это левел для что для одного, что для второго. Это, собственно, гейн не для второго, а для мониторинга, для наушников. Внутри у нас также две пальчиковые батарейки. Должны быть, по крайней мере, по весу. Да, вот они две. Они вам понадобятся для того, чтобы если вы захотите запитать это устройство через какое-нибудь Android-устройство или iOS, вам понадобится кабель. Так, это у нас кабель питания. Как видите, это не Type-C, а Type-B, если я не ошибаюсь. Да, это у нас Type-B. И есть, собственно, она на Lightning. Что меня очень порадовало, мало кто кладет переходники на свою аудиокарту на устройство iOS. Приходится докупать их, поскольку в комплекте с самими iOS тоже не кладут. Это у нас переходник OTG, если вы захотите использовать с Android-устройством. То есть, собственно, Type-C на OTG, микро на USB. А это, собственно, переходники MIDI. Мини-миди на стандартные MIDI, если вы захотите использовать это с клавишными, допустим. Да, вот так это все выглядит. Мини-миди входы. И, да, у нас есть также выход на блок питания. Если у вас нет батареек, то сможете использовать блок питания как от Sega. Или меньше. Ну, короче, подобный блок питания на 5 вольт вроде бы как. Да, до этого я в своих роликах периодически использовал вот такой вот дешевенький аудиоинтерфейс от Behringer. Он, собственно, пластиковый и также у него глубина звука до 16 бит. А у этого малыша частота дискретизации 24 бита. И также мне понравился очень его дизайн. Хоть и верхняя крышка глянцевая и маркая, что, кстати, небольшой недостаток, поскольку на ней остаются все все возможные отпечатки. Но дизайн все равно мне по душе. Что мне особенно понравилось, что в таком маленьком корпусе сосредоточено столько различных столько различных функций, а также комплектация. Те же провода, которые я ранее упоминал, для айфона, скажем, постоянно приходится докупать. А тут это все в комплекте. Также переходники на миди клавиатуры, ну, любые миди инструменты. Линейные выходы. Собственно, здесь они вообще тюльпанные. А здесь уже все на месте. Собственно, место для батареек. В данный момент я пишу через компьютер. И поэтому батарейки мне не нужны. Да, что самое удивительное, что на момент покупки этот аудиоинтерфейс стоил чуть дороже этого. После того, как я распаковал этот интерфейс, я полез сразу в Google гуглить, что же это такое, почему он так дешево стоит. А дело это просто в том, что магазин Toman предлагает мне вкуснейшую цену. поскольку в других магазинах этот интерфейс стоил в два, а то и более раз дороже. То есть, я его приобрел за 55 евро. Да, буду говорить в евро. У конкурентов он стоил 130 евро. Иногда можно и подумать в сторону Scarlett Solo. Но в данный момент интерфейсы подорожали. И эта штука миниатюрная, универсальная и стоит 55 евро. Но только у Toman. И только вот этот интерфейс. Поскольку есть также у TC Helicon это TC Helicon Go Twin. И есть TC Helicon Go Solo. Где будет один XLR выход. То есть, оно такое располовиненное. То есть, как половина этого интерфейса. И я подумал, ну если этот стоит 55, тот, наверное, стоит 30. Ну вот он, короче, стоил 120. И спеки у него были такие же, как и здесь. Я подумал, возможно, этот интерфейс работает как-то плоховато. Или у него плохие преампы для гитары. Да, преампы у него от Midas. Если я не ошибаюсь, нет, здесь преампы от Xenix. И когда я это сейчас сказал, я вспомнил, что у более старших моделей Behringer стоят как раз таки преампы от Midas. И самый первый аудиоинтерфейс с такими преампами начинается от 69 евро. А это, извините, Behringer. Это бюджетные, это обычно бюджетные товары. А компания TC Helicon, я бы не сказал, что это бюджетная контора. Ну, короче, вот так. Если вам повезет, ссылку я оставлю в описании. Если вам повезет успеть на этот аттракцион невиданной щедрости, то этот интерфейс я рекомендую приобретению, особенно за такую цену. Да, вот сейчас я загуглил и международная цена этого аудиоинтерфейса 170 долларов. Да, GoTwin так же, как и GoSolo является компактным аудиоинтерфейсом, как я это уже ранее говорил, для качественной записи без привязки к стационарному оборудованию. Стационарному профессиональному оборудованию, если быть точнее, имеет на борту предусилитель с фантомным питанием 48 вольт. Выходы для наушников, да, у него выход стандартный, для кого-то это может оказаться минусом, то есть миниджек, MIDI-in и MIDI-out. Питание устройства происходит через USB или же через две батареечки формата AA. Да, это будет вам полезно, если вы, скажем так, собираетесь подключать, допустим, через Lightning к iPhone или же к iPad ну или же через Type-C к Android. Хотя через Android пользоваться я бы вам не рекомендовал, поскольку нет достаточно качественных приложений для этого, в отличие от iPhone. Да, как я уже ранее говорил, главное отличие Go Twin от Stereo это два комбинированных XLR разъема. Да, в него можно подключать, как в данный момент, микрофон или же гитару. Также старшая модель имеется вот эта, которая в данный момент обозревается, имеет два выхода ТРС на выходы на студийной колонке, пардон, студийные мониторы, так правильно их называть. И как я ранее говорил, глубина звука у него 24 бита. Если я не ошибаюсь, частота дискретизации в такой момент возможно до 192 кГц. Конечно, это лучше всего будет, если вы используете этот интерфейс с какими-то мидио-устройствами, поскольку при записи голоса рекомендуется использовать частоту дискретизации до 48 кГц. Но возможно я ошибаюсь, напиши пожалуйста в комментариях, если это так. Если не так, тоже напиши что-нибудь, мне будет приятно. Хм, свет отключили. В принципе, я сказал уже все, что хотел сказать. Если что-то не упомянул, пиши как всегда в комментариях. Ну а с тобой был Дядя Баня, желаю тебе всего хорошего и до свидания.